В Казани завершился чемпионат Республики Татарстана. На стадионе Трудовые резервы прошло первенство РТ по конькобежному спорту среди юношей и девушек. Гость студии Денис Давыдов. Говорим о турнире за дружбу жирфаков по мини-футболу. В Казани в бассейне Акчерлак завершился чемпионат Республики Татарстан по плаванию. В нем приняло участие более 300 спортсменов из разных городов и районов республики. Подробнее смотрите в сюжете Евгения Романова. Сотни спортсменов со всех уголков нашей республики боролись за право именоваться чемпионами республики. Финальные мужские и женские заплывы проходили в четырех классических стилях. Кроль, брас, на спине и бутерфляй. В зависимости от вида плавания дистанция варьировалась от 50 до 1500 метров. Вольным стилем обладателями золотых медалей и звания чемпиона Республики Татарстан среди мужчин стали Мерзляков Алексей, Королев Никита, Кубасов Александр, Поляков Дмитрий. На своих дистанциях они были недосягаемы для соперников. Показав отличную скорость и выносливость, спортсмены пришли к финишу первыми. Среди женщин-брасисток золотые медали завоевали казанские девушки. Рябова Арина и Бандукова Елена, техника которых отдаленно напоминала стиль плавания Юлии Ефимовой. Далее шли заплывы на спине. В данном виде звание чемпионов Республики завоевали среди мужчин Тазов Владислав из Набережных Челнов и Кузнецов Романа из Казани. Им лучше всех удалось на своих дистанциях показать свою скорость и технику, отточенность которых и привела их к победе и заслуженному званию. Среди женщин лучшими из лучших были Сергеева Дарина, Макаренко, Алина. Комфортный отрыв от ближайших преследователей позволил им прийти к финишу первыми и завоевать почетное звание чемпиона Республики. Окончание соревнований сопровождалось энергичной музыкой и громкими овациями пришедших поддержать болельщиков. Евгений Романов, Неделя спорта. В минувшие выходные на стадионе Трудовые резервы прошло первенство Республики Татарстан по кокобежному спорту среди юношей и девушек. Соревнования проходили по низким возрастным категориям на дистанциях 300, 500 и 1000 метров. За первенством наблюдал Максим Жаробоев. С 24 по 25 января на стадионе Трудовые резервы состоялись первенства Республики Татарстана по кокобежному спорту. Несмотря на теплую погоду, которая предшествовала первенству, в день его проведения оказалась более чем подходящей. На улице выходные было от минус 7 до минус 9 градусов, что по заявлению многих спортсменов является самой подходящей температурой для проведения соревнований по кокобежному спорту на уличном льду. На соревнования приехали около 100 спортсменов, представляющих разные школы городов Республики. Набережные Челны, Зеленодольск, Лаишево, Кайбицы и, конечно, Казань. Конькобежцы соревновались на трех дистанциях – 500, 1000 и 1500 метров. В трех возрастных категориях – младше, среднее и старше. Я кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту, занимаюсь уже пятый год. И также я туризер первенства Республики Татарстан. Какие планы на будущее? Будет ли вы добиваться мастера спорта? Да, конечно. После девятого класса планирую поступить в город Коломна, где находится училище Олимпийского резерва и один из лучших конькобежных центров в России. Какое будет следующее соревнование у вас и когда? Следующее соревнование будет третий этап первенства федерального округа в городе Пермь. Гонки длились с самого утра и до четырех часов вечера. В конце прошла церемония награждения, где победителям вручили медали и памятные призы. Максим Жиробоев, Неделя спорта. Привет, Денис. Очень рад видеть тебя в нашей стыде. Привет, Диана. На прошлой неделе казанские юбарсы ездили в Москву на турнир по мини-футболу за дружбу журфаков. Расскажи вообще, что это за мероприятие и какую значимость она имеет для спортсменов? Этот турнир был, да, действительно, за дружбу журфаков назывался. Он проходил в этом году пятый раз. И там ездили не совсем казанские юбарсы, ездили в основном студенты Института социально-философской науки и массовой коммуникации. Потому что турнир был приурочен к тому, что Московский государственный университет и именно канал «ЖФ Спорт», которые были организаторами турнира, они хотели объединить всех журналистов не только России, но и СНГ. И поэтому они проводят такой турнир ежегодно. И в этом году они, к счастью, позвали нас, связались именно со мной, как с представителем нашей футбольной команды, мини-футбольной. И студенты, которые раньше учились именно на факультете журналистики, сейчас они учатся на факультете, на разных факультетах, но в Институте социально-философской науки и массовой коммуникации, поехали в Москву для того, чтобы принять участие в таком крутом турнире, который позволяет не только посоревноваться между собой, но и познакомиться с студентами того же направления, тоже специальности других городов России, СНГ, с ребятами из Африки, с ребятами из Вьетнама. Потому что эти иностранные студенты, которые учатся в Москве, тоже принимали в этом участие. И это даже не только спортивный праздник был, но и, можно сказать, культурный, благодаря которому мы смогли познакомиться и узнать, как студенты в других университетах учатся, как они занимаются там спортом, как они играют в футбол, но и, конечно, помириться с ними силами и сравнить, кто из нас все-таки сильнее в мини-футболе на данный момент. Сколько матчей вы сыграли и каковы результаты? Играли по два матча в день. Было очень тяжело, потому что мы ездили в очень ограниченном составе. Изначально мы планировали, что у нас поедет 12 человек. Но в самые последние моменты у ребят случались две травмы. У кого-то были экзамены, их преподаватели не отпускали. У кого-то были какие-то семейные проблемы, по которым ребята не смогли поехать. И таким образом у нас поехало всего 7 человек, из которых 2 вратаря. То есть у нас была всего одна замена. И это было очень тяжело, с учетом того, что мы играли два тайма по 20 минут. И еще умножаем на 2, потому что было 2 игры в день. Итого у нас получается почти полтора часа игр в день. Это как большой футбол. А интенсивность в маленьком мини-футболе намного выше. И скорости намного быстрее. Поэтому вставали мы очень-очень-очень сильно. Но радовало то, что никто из ребят не был равнодушен. И несмотря на результаты, мы 3, получается, игры проиграли. И одну выиграли. Выиграли с крупным счетом. А проиграли буквально в один-два мяча. Мы показали достойный футбол. И команды, которые выступали там, они поддерживали нас только потому, что мы были самой малочисленной командой на турнире. Мы были, во-первых, гости, первые дебютанты этого турнира. Мы были в ограниченном составе. И я думаю, те зрители, которые не болели ни за ту, ни за другую команду, отдавали предпочтение именно нам. Потому что они видели нашу отдачу, видели наше желание играть. И понимали, что очень тяжело играть в таком ограниченном составе. И бороться с командами, которые приезжают по 10-12 человек. Я думаю, что именно этот фактор и стал ключевым к тому, что мы, к сожалению, не показали тот результат, на который мы рассчитывали в начале. Мы, получается, вылетели в 1-4 финала. Как раз от тех, кто занял по итогу третье место. Это команда БГУ Беларуси Государственного университета из Минска. Но самое главное, чтобы ребята получили опыт. Мы сыграли игры как раз с первыми тремя лучшими командами. Мы сыграли из МГУ, которая заняла второе место, и с БГУ, которая заняла третье место. И сыграли с ВШП, которая команда, которая 4 года подряд участвует и 4 года подряд побеждает. И я думаю, что в следующем году, когда у нас весь состав будет полностью, я думаю, мы будем в следующем году привлекать выпускников, потому что при главной той это разрешается. Мы будем искать средства для того, чтобы и выпускники у нас смогли поехать на этот турнир. Хочу сказать большое спасибо директору нашего института Михаилу Дмитриевичу Щелкунову и директору Высшей школы журналистики и массовой коммуникации Толщинскому Леониду Григорьевичу, что они оплатили эту поездку, потому что без этого мы бы вряд ли смогли поехать. И благодаря тому, что они посредствовали нашему участию в этом турнире, ребята получили опыт. И я думаю, первый, блин, был не комом, а лишь опыт нашим ребятам, потому что многие из них были первый раз в поездках. Некоторые из них вообще видели первый раз в Москву. Поэтому это была такая культурно-спортивная поездка, которая, я надеюсь, будет только фундаментом и будет первым шагом для того, чтобы в следующий раз, в следующем году наш институт или наша мини-футбольная команда сборной КФУ в целом, потому что у нас есть представители КФУ тоже в нашем институте, могли показывать уже не только результат в плане достойной игры, но и результат в плане медалей, кубков и побед, которые будут славить только наш институт и наш университет в целом. А какой соперник оказался самым сильным, на твой взгляд? Какая игра далась тяжелее всего? Игра далась тяжелее всего самая первая. Не только потому, что соперник был, как оказалось, потом уже чемпионом, который в конце по итогу и выиграл турнир. Тяжелая была первая игра, потому что ребята приехали с дороги. Приехали мы после того, что в утро в 10 уже была игра первая сразу. Играли, как еще раз скажу, почти без замен. Одна замена сегодня уже была, у них был состав сразу на 3 четверки. И потому что эти ребята все-таки с Москвы, они привыкли к этой площадке, они знали регламент турнира, они знали, как это все проходит. Мы же приехали, и мы сразу играли с командой, которая была более сильная. И, как оказалось, на этом турнире она действительно была по итогу всего этого чемпионата сильнейшей. Но, наверное, выделить хотелось бы именно их. И так сложилось, что действительно мы играли первую игру именно с будущими чемпионами. Хотя все команды примерно одинаковые, и решала здесь, наверное, больше самоотверженность, удача и, наверное, организованность команды. И вот так получилось, что та команда, которая стала чемпионом, она и стала для нас самым, наверное, сложным и труднопроходимым соперником. На твой взгляд, а чего не хватило именно вашей команде для того, чтобы победить? Самое основное — это, конечно, составы, потому что тяжело играть, когда у тебя шесть человек. И сегодня замены ребята очень сильно устают, если, например, пара ребят из нас привыкли к такому ритму, потому что они играют из сборных КФУ, они привыкли играть на разных-разных чемпионатах, и для них играть два тайма по 20 минут, два матча в день — это естественно. Но остальные ребята, они играют не так часто, как сборных КФУ, и это по объективным причинам понятно. Поэтому до них было очень тяжело. Просто за счет выносливости мы уставали в самом конце и пропускали именно все голы во втором тайме. Мы с многими командами первый тайм играли намного лучше, мы с МГУ играли, вообще вели все эти 2-0. С командой, которая в итоге стала чемпионом, мы играли тоже на равных в первом тайме. Во втором тайме из-за усталости пошли голы в наши ворота. С командой, которая заняла третье место белорусами, в первом тайме мы вообще даже ни одного гола не пропустили, ничего не давали им сделать. И после игры мы слышали сотни похвалов, похвалы, да, мы слышали похвалы от команд соперника, потому что они говорили, что мы не знали, что с вами делать. И слава богу, у вас было мало, и вы устали, и в конце мы только за счет этого забили. Поэтому это, наверное, самая первая причина. И вторая — не хватило немножко дисциплины. Потому что, как говорят все известные тренеры, дисциплина бьет класс. И даже несмотря на то, что у нас было мало, в войне тоже бывает меньшее количество бойцов и воинов по сравнению со своим соперником. Если команда дисциплинирована, если команда грамотно играет и выполняет все указания своего наставника, тренера, руководителя, то команда, независимо от всего, в основном отбивается от результата. Нам немножко не хватило опыта, потому что мы все-таки, ребята, молодые студенты, которые поддаемся эмоциями, иногда не можем сдерживать свои психологические какие-то установки. И в некоторых моментах, когда мы были объективно сильнее, и я чувствовал, что мы контролируем исход матча, мы срывались на эмоции, мы срывались на ошибки соперников, на ошибки судей и поддавались страстям и выплескивали эти страсти. Но это делать было не нужно, и, наверное, это вторая причина нашего поражения. Я уже который раз прихожу и объясняю причины поражения. Надеюсь, что в следующий раз, когда я сюда приду, я буду рассказывать, за счет чего мы все-таки выиграли. Я тоже на это надеюсь. Денис, а что тебе запомнилось больше всего на турнире за дружбу журфаков? Ну, наверное, как раз-таки запомнилась вот эта дружеская атмосфера, потому что никто ни на кого не ругался, не было никаких суперсерьезных конфликтов. Особенно нашим ребятам понравились ребята из Беларуси, потому что они очень добро к нам относились каждый раз. Если они нарушали правила или играли грубо, они сразу подходили извиняться. Особенно, я думаю, они подружились с Владиславом Козорой, всеми известным нашему молодому первокурснику, который как раз и работает в неделе спорта, потому что он очень активно с ними разговаривал после матча, он слышал, как хвалили его, он сам говорил. Слава благодарности этим соперникам за игру. И, наверное, запомнилось то, что мы действительно имели возможность поиграть с ребятами из других городов и из других стран. Потому что даже в Татарстане у нас такой возможности не всегда бывает, потому что мы знаем, как играют ребята из других факультетов, из других университетов, мы с ними играем часто. В принципе, мы к ним уже привыкли и легко адаптируемся к тому или иному матчу с этим соперником. А когда мы приезжаем в другой город, мы не знаем никого, не знаем, как играют команды, не знаем, как играют конкретные игроки. И то, что нам приходилось перестраиваться от матча к матчу, это было очень интересно. И ребята действительно получили самый настоящий опыт и почувствовали себя профессиональными спортсменами, которые ездят на выезды и играют с командами, которые такие же студенты, как и они, и получают удовольствие просто от игры в футбол. И думаю, что вот это самое приятное и больше всего запомнилось. И с приятными эмоциями всегда уезжать приятно. Независимо от того, как сыграли команды, все, я думаю, что участники получили удовольствие от турнира, и за это большое спасибо организаторам. А какие игры вас ожидают в ближайшем будущем? Проанонсируй. Сейчас все ребята закончили, слава богу, все свои экзамены, сессия закончилась, и с облегчением, наверное, с чувством выполненного долга все ребята уехали домой. Скоро будет у нас чемпионат АССКА в Казанском федеральном университете. Он должен пройти 10 марта по нескольким видам спорта, что касается мини-футбола. То есть здесь тоже планируется несколько десятков команд, из которых будет как представлены и институты, так и сборная всего университета, так и некоторые ребята, знаете, поделены по сторонам. Например, я знаю, что африканские студенты будут играть вместе, будут бороться за победу. Так вот, при итогам этого турнира чемпионата АССКА, который должен закончиться уже в марте, определится победитель, который будет представлять наш университет на городском этапе. После городского этапа, если наша команда победит, то она уже отберется на региональный всероссийский этап. Поэтому я очень надеюсь, что, во-первых, в нашем университете победит сильнейшая команда, чтобы она достойно представляла на городе наш вуз. А дальше уже будем надеяться, что и на городе наши студенты победят. И так же, как и в прошлом году, поедут на... Ну, в прошлом году это было в Казани, сейчас это будет в другом городе, если я не ошибаюсь, Сочи. Поедут на уже всероссийский этап, где будет представлять наш Казанский университет на студенческой спортивной арене. Спасибо большое, Денис, что посетила нашу студию. Мы желаем тебе удачи в предстоящих играх. Спасибо, Диана, за приглашение. Спасибо за то, что пожелала удачи. Вот такими яркими спортивными событиями нас порадовало прошлой недели. Но что же будет дальше, увидим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале Невер ТВ. Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова